На графике индекса американского доллара на прошлой неделе мы видим, что были протестированы уровни поддержки и есть ряд нюансов, которые следовало бы обозначить. Давайте разберемся. В эфире Эльдар Нургалиев и это обзор по понедельникам. На графике доходности 10-летних облигаций Соединенных Штатов Америки мы видим похожую картину. Но коррекция, есть уровни и от них возобновился отскок. Но здесь присутствует один нюанс. В момент, когда корректировался индекс американского доллара, 10-летки со своей стороны уже были в коррекции. То есть уже двигались вниз и возникало расхождение примерно на один день. Для чего оно возникало? В то же самое время, пока 10-летки уже корректировались, евро со своей стороны в сентябрьском фьючерсе подходил к одному интересному страйку. Это 1.0750, в нем было 15 тысяч опционов и заявились они в рынке примерно в этих сроках. То есть когда цены на евро были еще наверху. Затем, действительно, котировки прибыли на 1.0750 была достигнута точка безубыточности 1.0717. И вот здесь, на точке безубыточности, традиционно возникли покрытые продажи фьючерсов, что привело к тому, что цены отбились. Идентичная картина происходила и в декабрьском контракте на евро. В данном случае достигались страйки бабочки на калах 1.0700 и 1.0750. Следующий страйк находится сильно ниже, это 1.02. Что теперь? С одной стороны, мы наблюдаем некое перепутье. Если посмотреть на график валютной пары евро-доллар, которая составляет основной вес в индексе американского доллара, здесь происходило следующее. Сформировался минимум, это как раз момент касания точки безубыточности опциона на сентябрьский фьючерс. Затем отскок не абы куда, а, конечно, на уровне, в данном случае 1.07.794. И после чего коррекция. Коррекция это тоже не абы куда, а, естественно, на уровне. На спот графике евро мы наблюдаем картину 1.07.51 и 1.06.859. Подытожим на графике индекса доллара. В данном случае у нас имеется некое перепутье, на котором несколько вариантов. Один из них найти сопротивление там, где находятся контртрендовые уровни. Это как раз в районе текущих. И отправиться повторно покорять уровни поддержки. В данном случае, если это случится, покупателей будет много, возникнет интересная графическая модель. Позже я не расскажу. Наверное. И может сформироваться даже интенсивный, низходящий тренд. Либо, если с этого перепутья контртрендовые уровни все же таки будут проторгованы, мы пойдем наверх, то продолжение тенденции растущей. Ну, либо вариант с диапазоном. Надо следить. На многих инструментах, которые сейчас связаны с долларом, происходят рокировки в опционах. Довольно интересные. Во многих металлах. Серебро, медь и так далее. Ну, ладно. На следующем этапе подобных событий обязательно попробую не забыть рассказать вам об этом на обзорах по понедельникам. Десятилетки, как мы уже успели заметить. На прошлой неделе доходность корректировалась к уровням 3,60-3,55. Все это было в совокупности с новостями об американском государственном долге. В общем-то, потолок отменили. Теперь до 2024 года этот вопрос поднимать вроде бы как не должны. Ну и ладно. Было бы странно, ежели бы его не подняли или не отменили. Но его отменили. Теперь наверху присутствует ряд уровней сопротивления. 3,78-3,76. То же самое, что и на индексе американского доллара. Графически мы наблюдаем ту же самую модель. Но, возвращаясь к тому, с чего я начал, для того, чтобы на евро некие товарищи успели встать в хорошую для себя синтетику, на рынке возникало расхождение. То есть доходность уже двигалась в противоположную сторону, а американский доллар стоял. Поэтому иногда в моменте могут случаться разрывы. К этому нужно быть готовым. Давайте посмотрим, что у нас по фьючерсу на десятилетке происходит. Сентябрьской фьючерс. Здесь максимум тоже сформировался не в воздухе. 115-й страйк. Торговалась на прошлой неделе бабочка на колах. Там у нас были планы для открытия позиции, что, собственно, и случилось. Все довольно четко. Планы были в закрытой группе. Не все попадает в обзоры по понедельникам, потому что нужно успевать корректировать. Теперь чего? Внизу контртрендовые уровни. Ну, в целом, в совокупности, я, пожалуй, буду ориентироваться на то, что происходит с единой европейской валютой и с индексом доллара в частности. Потому что картина похожа. Там крупные инсайдеры есть. На десятилетках крупных инсайдеров пока нет. Поэтому я такой раз откорректирую контрольные отметки. 112, 29, 115 ровно. И все внимание у меня будет приковано к индексу американского доллара и к тому, что происходит с валютами. Тем более, по многим сейчас, как уже говорил выше, происходят интересные рокировки. Индекс S&P 500. На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что наверху в сентябрьском контракте возникли новые уровни. Что теперь? Новости о вот менее потолка госдолга Соединенных Штатов придают немножечко позитива. Рынку были сформированы уровни. Это базовый актив. Индекс S&P 500. Тикер SPX. Внизу ближайший уровень 23 мая 4,149,96. Дальше 4,52,45 и 4,675. На этой неделе я ожидаю увидеть какую-то активность в аукционах в этой области. Это будет для меня корректирующим фильтром для того, чтобы я точнее мог выбрать уровни, от которых следует торговать и куда можно прицеливаться. Возвращаясь к новым уровням, которые появлялись в сентябрьском контракте. На сентябрьский контракт торговались бабочки на калах. Август, сентябрь, июль. В августе центральный страйк 4450. Этот же страйк присутствует в сентябрьском контракте. Вот он на самом верху. Можно рассматривать в качестве уровня сопротивления. В июле это 4,300. 4,300. Его мы уже прошли. Реакция незначительная пока что. Хорошо. В июльском контракте тоже оставались уровни. Оставались они вот здесь. Но от них уже надо будет отказываться. Слишком мало времени. 14 июня исполнение этого контракта. 9 дней остается. За 9 дней успеть реализоваться от уровня вниз. Это вряд ли. Поэтому смотреть все-таки я предлагаю уже на сентябрьский контракт. Получается, что это страйки бабочек, которые находятся вне денег. 4450. Основной уровень сопротивления. Дальше мы посмотрим. Уровень поддержки на базовом активе показал. Дальше пойдемте. Сырая нефть марки WTI. На прошлой неделе инсайдер подготовился. К новостям от ОПЕК, которые мы видим на начало этой недели. На начало этой недели цена открывается рывком наверх. В сторону 75 страйка. Что было до этого? До этого 31 мая. В рынке появляется даже не 31. Позже он появился. Сейчас загляну в свой файлик. Да. 31 он появляется. Первый мы его фиксируем. Вот он. Товарищ. 75 страйк. Начинает торговать в июне. Торгует синтетику. Соотношение 1 к 10. Это у нас сентимент к скачку волатильности. Ну или к скачку цены. Налегает активно на 75 страйк. То есть ждет наверх. Ну и собственно что происходит. Уже на следующий день цены начинают идти по его направлению. Еще рывок на пятницу. И вот мы открываемся в понедельник ровненько на этом страйке. Сейчас товарищ уже занимается раздачей. То есть опционы, которые ему удалось своевременно накупить. Вместе со скачком волатильности цена открывается ровно на его страйк. По обороту там было в районе 50 тысяч опционов. Что довольно много для такой серии. Имеется ввиду количество дней до исполнения. На данном этапе мы можем уже посмотреть, что в пятницу идет раздача. По самым разным ценам. Видите, опционы перепродаются. Оборот сохраняется. Но открытый интерес уже показывает отток. Цены самые разные. Объемы самые разные. То есть на любой вкус и цвет инсайдер подготовился заранее. И теперь всем предоставляется удовольствием ликвидность на этом страйке. Дальше этот признак позитивным уже не может быть. Что теперь? Важно посмотреть, что будет торговать на этой неделе. Потому что июльская серия. Там товарищи провернули то, что хотели провернуть. Исполняется он этот фьючерс 14 июня. 9 дней остается. Это довольно мало. То есть здесь скорее всего все дела будут уже заканчивать, переходить на август. И вероятнее всего именно на этой неделе, но максимум на следующий сайдер в августе. В контракте август 23 как-то себя проявит. И мы сможем разглядеть дальнейшие его планы. Пока что в августе наверху есть более-менее живой уровень. 7,6 кол. 7,730 вот точка безбыточности. Внизу круглый страйк 60. Не только в августе, но и в других сериях. Активно торгуется в целом. Нам важно понять, будто из этой получается середина диапазона после скачка в аватильности. Куда теперь? Это должно быть отразиться как бы. Потому что ликвидность, которая здесь находится на графическом уровне. Нельзя сказать, что очень уж привлекательно и сформированы какие-то уровни. Поэтому все внимание у меня будет приковано к опционам. Пока что нейтрально, пока что никак относительно этих границ. Но помним, что инсайдер, когда раздаст старое, обязательно откроет новое. И вот это уже будет интересно. Золото. В контракте август 23 мы с вами двигаемся по направлению к бабочке на путах, о которой я вам говорил достаточно давно. Со страйками 1900, 1850 и 1800. Довольно мало времени остается, чтобы до нее дойти. Поэтому здесь важно отслеживать, какие страйки из тех, что появляются среди новых, могут с этим портфелем пересекаться. Потому что есть вероятность, что мы увидим управление. Потому что времени все меньше и меньше. Страйки не шибко приближаются, может не успеть товарищ наш. Тогда ему надо будет как-то управлять. А с под графики мы с вами на прошлой неделе выделяли уровни сопротивления и поддержки. До уровня сопротивления самую малость не дошли. Вот оно. Здесь это происходило. Все это дело было одновременно с индексом американского доллара, по которому сейчас все больше и больше инсайдеров появляется. Но ладно, будем учитывать этот факт на будущее. Наверное, и дальше эти совпадения будут возникать. Уровни от этого ликвидируем. Раз уж цена там уже побывала внизу. Ориентир 1920-1912 на спот графике. Но в целом ориентируемся пока что на бабочку. На путах, которая по фьючерсу август 23-го находится. Бабочка июльская. Скоро истечение контракта. На данном этапе контрольной отметки 1985-1932. За их пределами появится новый уровень. Когда цена будет за их пределами. Модный, стильный, народный китайский юань. На прошлой неделе паре доллар-китайский юань был достигнут уровня сопротивления 7.11. И у нас возникает очень интересный момент. Наблюдается расхождение с индексом американского доллара, расхождение которого до этого не было. То есть падение китайского юаня, оно начинает уходить немножечко от рынка в какую-то свою сторону. То есть отдельно от индекса доллара китайский юань решил падать. Ежели максимум будет пробит, доходим. Вот на этой отметке 7.17. И надо будет оценить, продолжается ли расхождение. Если расхождение действительно продолжится, то это будет уже тревожным признаком для китайского юаня. В то же самое время китайский юань в отношении с российским рублем менялся незначительно. Волатильность пока что отсутствует по этому инструменту. Контрольные отметки вот корректируем. А в чем тут дело? Это в большой степени все-таки волатильность российского рубля. На летний период, летний-осенний период этого года могут произойти значительные изменения на нашем рынке. Я даже подумываю о том, чтобы количество обзоров сильно уменьшить. Может быть раз в месяц или и того реже. Чтобы основные инсайдерские моменты не выносить в публичное пространство. Есть такие мысли, я их скорее всего реализую. Потому что не обо всем следует публично рассказывать. Поэтому так. Учитывайте это. В будущем очень скоро станет сильно интереснее на этом рынке. Но надо уметь ориентироваться. Поэтому, кто успел подготовиться, тот молодец. Кто не успел, сильно не рискуйте. Рубль. Российский в отношении с американским долларом. В то же самое время. Успел обновить максимум. Расхождение с китайским юанем присутствует. Но мы в принципе это видим на паре юань с долларом. Юань снижается против доллара. Хорошо. На прошлой неделе в российском рубле от обновления максимума появился уровень 80.71. Котировка с долларом – это базовая активность. Скоро на нашем рынке случится переходный период. Будут меняться контракты фьючерсные с июня на сентябрь. В этой связи волатильность начнет меняться. Этот уровень 80.71 на этой неделе для меня привлекателен. Как спекулятивно буду пробовать от него торговать, так же индикативно. Если на нем вдруг проторговка или пробой вообще без реакции, то я начну строить цели внизу. Начиная от уровня 77.63, дальше может быть еще ниже, но надо будет смотреть отчеты, чего происходит в целом по всему рынку. На следующий понедельник, наверное, расскажу. Об этом информация дозреет, что называется. Индекс РТС. Базовый актив перед нами. Контрольные отметки мы выставили 1091 и 1005. Некоторый диапазон. Этот этап тоже на исходе. В данном случае рынок готов к тому, чтобы измениться. Не хватает несколько вводных. Это ненадолго. Пока что подожидаемся. После этого надо будет активно строить уровни по ходу вновь сформированного движения. До этого наверху вспомогательная разметка. Уровень, под которым видимая точка. 1129 и 1150. Это все вспомогательная разметка. Рынок это все дело замечать будет, но разворачиваться от этих цен все-таки, наверное, нет. И индекс московской биржи. Здесь изменений нет. Уровни те же самые. На спаде уровни поддержки 268 и 2563. Только пробой этих уровней приведет к тому, что у нас начнется более глубокая коррекция. Начало более глубокой коррекции. Это довольно интересный момент. В том числе, потому что на большом количестве интересных компаний, крупных на нашем рынке, есть долгосрочные уровни, в которых надо будет эти самые компании пробовать покупать. Но это вопрос большой коррекции. Вопрос пробития этих самых уровней. Ладно, хорошо. Дождемся, что это за компания. Мы знаем. Чего с ними делать, тоже известно. И биткоины. По биткоинам на прошлой неделе особенных движений не было. 28,483 и 25,879. Это основные контрольные отметки, относительно которых пока цена не вышла, строить прогноз особенного смысла я не вижу. В фокусе внимания у меня по-прежнему покупатели вот здесь, которые находятся. Это все покупатели, которые ринулись в рынок на новостях о банкротстве американских банков, начиная с СВБ. И пока что с этими товарищами, кроме как насилие их при помощи времени, ничего не происходит. Время – это довольно сильный фактор, довольно серьезный. очень бывает, что интенсивно корректируют позиции участников рынка, но будем следить. Будем следить, как это изменится. Пока что фокусим внимание на контрольные отметки. Выйдет за их пределы. Тогда можно будет поменять разметку, найти уровни и уже делать какой-то прогноз. Теперь я могу перейти к вопросам, которые вы оставили в комментариях к предыдущему обзору. Вопросы. Расскажите, пожалуйста, о риске обесценивания капитала. Вроде бы с июня 2021 USDX исключительно рос, а с осени начал коррекция. Вы полагаете, что эта коррекция может перейти в новый тренд на снижение или индекс не будет отражать реальную картину? Смотреть нужно будет на другие инструменты. Ну, реальная картина такова, что инфляция в американском долларе она в районе 6% годовых. А доходность по облигациям ниже. То есть, реальная доходность доллара, она отрицательная. В общем, дело. И это происходит по всем валютам. То есть, реальная доходность по всем валютам на текущем этапе она отрицательная. То есть, держать валюту это значит терять деньги. Это, конечно, всегда так происходило. Во все времена. Но сейчас это самое терять деньги, оно наиболее активно происходит. Возьмите хотя бы рынок автомобилей. Посмотрите на автомобили как на первичном, так и на вторичном рынке, которые вы могли купить на условные 10, 20, 50 и 100 тысяч долларов два года назад. И что вы можете сейчас себе позволить на те же самые деньги. Я вас уверяю, условия сильно изменились. То же самое касается путешествий, то же самое касается недвижимости, и то же самое касается всего, примерно всего, что окружает жизнь человека. Если мы берем более какие-то крупные элементы, такие как оборудование для бизнеса и все, что с этим связано, там скачок еще сильнее. И это не закончилось. То есть инфляционный тренд, он продолжается. И дальше будет продолжаться. Кризис капитала. Вот так вот, раз в 30 лет. Чтобы никто не догадался. Спасибо за уровень полгаза. Отработали, как в аптеке. Да не за что. Скажите, пожалуйста, на что эта ставка? Июль 3,325. Вертикальная степень агрессивности такого спреда, сразу могу сказать, чрезвычайно высокая. Такие портфели открывают в качестве дополнительного эквити. На них не ждут ни значения 3, ни значения 3,225. Там зарабатывают на стоимости самого портфеля. То есть стоимость спреда увеличилась на 50-100%. И его закрывают, перепродают и так далее. Но эти цены, 3 и 3,225, никто там не ждет. Для того, чтобы в этом ориентироваться, надо понимать рынок опционов. Надо его торговать. Тогда будет понятно, что хотят от этого портфеля. В каком варианте она получит максимум прибыли? Там нет расчета на максимум прибыли. Нету изначально. Но нету. Максимум прибыли, это мы будем выше 3,225 на момент исполнения. Но там этого не ждут. Нету этого. Разберите, пожалуйста, газ. Не думаю, что это будет полезно на данном этапе, потому что сейчас по природному газу в рынке находится инсайдер. И с ним надо идти ноздря в ноздрю. То есть каждый день нужно смотреть, что происходит, как корректируется портфель и так далее. Вот так вот один раз на обзоре по понедельникам спросить у меня. Боюсь, это будет не полезно, потому что он управляет своими портфелями, корректирует их. И в своих сделках я могу поменять. Направление. Сегодня одно, завтра другое. За день могу два раза перевернуться. В целом, если общая картина нас интересует, то она сейчас такова. Наверху есть уровни. 2,475, 2,515. Это основные уровни сопротивления по контракту июль. Если будут достигнуты в этом контракте. Кроме того, основной тренд на понижение в рынке есть инсайдеры. Они стоят на это самое понижение. Как-то так. Внизу могут достигаться страйки. Те, что ликвидные. 2 ровно. 1,75. На них какие-то остановки возможны. Но в целом, при дальнейшем движении вниз, мы можем увидеть сквиз. То есть, ускорение цены. Потому что сейчас начали торговать страйки сильно ниже, чем торговали до этого. До этого в самом низу был предел 1,5. Сейчас стали появляться и другие портфели. Идентичная картина была, когда у нас нефть уходила в отрицательные цены. Там торговали страйки 5,2 доллара. Ну и, соответственно, это казалось чем-то невообразимым. Через неделю после этого минус 40. В той самой серии, в которой торговали. Как-то так выглядит ситуация по природному газу. То есть, в целом, идем вниз. Уровень сопротивления я вам обозначил. Внизу ловить не советую никому. В процессе, если инсайдер перевернется, эта картина поменяется. Если он как-то откорректирует свои портфели. Стильдар, вы говорили про инсайдера в надгазе. В природе. Можно ли узнать подробности? Подробности? Ну, вот только что говорил. Стоит вниз по серии октябрь. Октябрь 23. Но, еще раз говорю. Там товарищ довольно-таки непростой. Того, что он стоит вниз, недостаточно. Он корректирует свои позиции. Периодически может их корректировать. В идеале, эту картину надо отслеживать каждый день. Вот ребята, с которыми у меня есть в группе. С которыми мы каждый день работаем. Для них, да, эта информация интересна и полезна об этом инсайдере. А вот в формате обзора по понедельникам, да, даже в формате просто подглядывая в мою таблицу, это не совсем будет полезно. Здесь надо быть, что называется, в струе на данном этапе. Интересный рынок, своеобразный. Есть в нем тонкости и нюансы. Как-то так. Все получается на этом. Всем спасибо за то, что досмотрели до конца. Будут вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. И на следующем обзоре, когда он будет, я обязательно отвечу на ваши вопросы. Будем оставаться на связи. Будьте здоровы. Пока-пока.